Ваш лекарь с Володимиром Цикколенко Ваш лекарь с Володимиром Цикколенко Ваш лекарь с Володимиром Цикколенко Компанию технологиями эстетической медицины, косметологии Сергей Валерьевич Кадочников, пластический хирург, флеболог Врач высшей категории Анна Владимировна Цикколенко, врач-дерматолог Понимающийся вопросами лазерной дерматологии И вот новый человек в нашей студии, в нашей компании, я с удовольствием представляю Евгения Валерьевича Чеглакова, руководителя биологической лаборатории Smart Cell. И почему именно сегодня мы пригласили Евгения Валерьевича, я думаю, уже в процессе нашего обсуждения, открытия нашей темы, всем будет понятно. И мы тоже с интересом ждем информации о работе нового направления, новой лаборатории у нас в городе Одессе. Ну а вначале я хотел бы начать с того, и на студии два замечательных доктора, замечательных женщин, с того, что современная эстетическая медицина, современная косметология прилагает нашим пациентам о том новом, что вот за этот период, пока мы не общались с нашими зрителями, появилась институтивиртус. Анна Вадимовна, давайте начнем с вами. Знаете, в нашей клинике сосредоточены уникальные лазерные технологии, такие процедуры, как плазма-лифтинг, новый современный ультразвуковой лифтинг, который позволяет воздействовать на мышцы и создавать зоны термальной коагуляции. И за счет этого получает очень хорошее сокращение мышц, очень красивые результаты. Я хотел бы, Анна Владимировна, сказать, что все-таки мы говорим сегодня о том, что и все технологии о том, что возраст затрагивает все аспекты. И кожу, подкожную клетчатку, и мышцы. Вот в этом плане, если можно. Знаете, если мы говорим о коже и о коррекциях таких, как мимические морщины, области лба, области вокруг рта, мы чаще всего прибегаем к лазерным технологиям. Это могут быть шлифовки с помощью эрбиевого лазера. Хотелось бы отметить, что в данный момент шлифовки эрбиевым лазером, после шлифовки эрбиевым лазером период восстановления всего две недели. Если раньше мы могли предлагать лазерные шлифовки с периодом восстановления до месяца, то сейчас этот период сократился. Это новый фракционный лазерный фототермолиз, который позволяет аккуратно, малотравматично воздействовать на кожу. И за счет мощного теплового воздействия стимулировать фибробласт. Он способствует выработке нового коллагена и эластина. Это такая процедура, как липофилинг, который выполняют наши хирурги. У нас есть возможность выполнять липофилинг и обогащать собственный жир факторами роста. За счет этого значительно увеличивается приживаемость жировой ткани. У нас есть возможность восстанавливать объем. И также новый ультразвуковой лифтинг, который позволяет сокращаться мышечно-апоневротической системе. Тем не менее, Александр Иванович, хочу теперь Вас спросить. Мы говорим о том, что стареет лицо, кожа стареет, истончается подкожная клетчатка, мышцы теряют свой тонус. Современная косметология, все равно никто традиционные косметологические методы не отменил. Они тоже пользуются. И сегодня в них есть тоже много нового. И об этом и более подробно о том новом. Вот за эти два месяца мы не общались. Взялось уже более 30, я так понимаю, языковых лифтингов. Более подробно об этой технологии. Надо сказать, что появление в принципе в клинике Украины и в Одессе у нас этого аппарата говорит о том, что косметология расширяет свои возможности в глубину ткани. То есть если мы раньше работали совершенно спокойно с поверхностными тканями, то есть это все манипуляции, которые были направлены на изменение и улучшение рельефа, которые мы предлагали абсолютно широкому слоям пациентов. То есть это и подростковый период, и состояние после каких-то перенесенных посттравматических моментов на лице или на любом участке кожи. И надо сказать, что работа с рельефом, она всегда как бы оправдывает себя. Потому что мы исходно смотрим на что? На картинку. Широкий спектр манипуляций, которые мы проводили, которые в принципе улучшают качество ткани. Мы много об этом говорили в эфире, но все суть сводится к тому, что, конечно, с возрастом, мы говорим не только о том, что законы гравитации работают, мы говорим о том, что с возрастом питание ткани ухудшается. И все то, что мы делали до этого, сумасшедшее количество работ, которых мы опубликовали, докладов сделали, было посвящено улучшению качества ткани. И в целом мы использовали, конечно, богатый наш диагностический комплекс, который позволял совершенно точно поставить диагноз и не просто сказать, что это возрастные изменения, а по какому пути они протекают. И плюс те манипуляции, которые мы могли предложить. В прошлом, позапрошлом году мы анонсировали новую методику, которая, условно говоря, PRP-терапия, это манипуляция с плазмой, обогащенная тромпоцитами. Надо сказать, что она оправдала абсолютно все то, что мы на нее возлагали, потому что пациенты не просто довольны, пациенты очень довольны. Наш опыт с удовольствием перенимают по Украине, мы сделали большое количество докладов. И пациенты, которые в течение последних двух лет проделали эту манипуляцию, они довольны. И исходно нет необходимости приглашать пациентам на эту манипуляцию, потому что они понимают, что есть определенные повторы, и эти повторы должны быть проведены. Что касается ультразвука, то надо сказать, что эта новейшая методика позволила врачам-косметологам уйти в глубину ткани. То есть об этом говорили давно, говорили в Америке, говорили в Европе. На Украине эта методика была недоступна до сих пор. Вот аппарат ультразвуковой диагностики, он позволяет несколько более нам бороться с законами гравитации. То есть то, что господа хирурги... Да, ультразвукового лифтинга позволяет бороться с законами гравитации. То есть то, что господа хирурги предлагают исечь, если есть видимый избыток ткани. Есть этапы формирования этих избытков, когда они минимальны. Когда пациент не готов еще проводить некие хирургические манипуляции. Или когда он их проделал несколько лет назад и хочет удерживать этот эффект лифтинга ткани, не допуская повторного опущения ткани. Вот для этих манипуляций, как бы... То есть по этим показаниям, как бы работает процедура ультразвукового лифтинга. То есть она позволяет обрабатывать совершенно адекватно несколькими насадками лицо и шею. Позволяет достичь эффекта достаточно приличного видимого лифтинга. Абсолютно нет периода реабилитации. То есть всегда пациенты боятся чего? Ребилитационного периода его нет. Он отсутствует. Пациенты после процедуры уходят с эффектом, ну может быть еле видимого румянца. Это плюс большой этой процедуре. И нарастающий эффект позволяет прослеживать за состоянием лица в течение двух-трех месяцев. То есть эффект не мгновенный, а позволяет мягко нарастать. Это опять же говорит в плюс этой процедуры, что это не молодильное яблоко, а есть некие процессы, на которые мы воздействуем, которые позволяют открыться лицо в течение одного-двух-трех месяцев. Ну и надо сказать, что опять же кратность повтора манипуляции раз в год это всегда приятное нашим пациентам. Спасибо, Александр Дмитриевич. Хочу еще один вопрос. В течение косметологии всегда воспринималось как уход. Ну максимум, что там физиотерапия направлена на более глубокое воздействие ткани. Сегодня мы говорим о 3D омоложении. Хотел бы немного об этом шифровать для наших пациентов. Дана Владимировна Гололазерах. Това слова сказала о возможностях сегодня восстановления объема вытерянных жировой клетчатки за счет липофилинга. Я думаю, Геннадий Дегич тоже, если говорить, он тоже еще более подробно об этом расскажет. И у нас сегодня есть как бы нехирургические технологии послойного омоложения, или в течение короткого промежутого времени, либо в течение одной процедуры. Что показывает этот опыт, когда одновременно мы подтягиваем мышцы, восстанавливаем объемы, улучшаем качество кожи? Что по этому поводу вы можете вам сказать? Ну, я могу сказать, что относительно коррекции избытка тканей, то есть это уже было проговорено. Что касается работы на самом ультразвуке с этим СМА-слоскутом, то есть тогда надо немножко уйти в глубину анатомии, попытаться объяснить, о чем мы говорим для пациентов. Потому что мышечно-параметический вот этот лоскут с массой, это для пациента непонятно. Мы говорим о том, что есть некие процессы, которые мы пытаемся, ну, как бы ремоделить, то есть восстановить процесс опущения ткани за счет формирования вот этого треугольника молодости, за счет формирования того типа лица, который был присущ данному пациенту. Я хочу сказать, что мы сегодня, ведь традиционно, смотрите, мышцами, избытками кожи, хирургии. Потеря объема тканей, вы помните, у нас были импланты, скуловые, лицевые, всевозможные, тоже хирургии. Но подтяжка мышц всегда хирургия. Сегодня есть у нехирургов возможность воздействовать на все три, я не говорю, там, костные изменения, но говорю о мягкотканных изменениях лица, что сегодня у вас есть, у тебя, Анны Владимировны, с помощью наших сидящих в студии хирургов есть возможность создать объем, не используя традиционной хирургии, восстановить, вернее, лицо там, где это возможно. Без хирургии. Можно подтянуть мышцы, можно с помощью жира восстановить утерянный объем жировой ткани, и можно с помощью лазеров улучшить и текстуру, и убрать морщины, и выровнять рельеф, и так далее. И говоря о том, что сегодня, ведь это командная работа, сегодня уже не просто косметолог, косметолог плюс хирург, косметолог плюс специалист по лазерам. Я имею в виду, сегодня появилось понятие 3D-моделирование, 3D-моложение. Что под ним подразумевает? Ну, по сути, подразумевает послойная работа с тканями для восстановления их исходного состояния, ну, по возможности, по возрастным показаниям. То есть, исходно это тщательная проработка участков тканей поверхностной кожи, подкожной клетчатки, вплоть до мышцы. То есть, в данной ситуации очень хорошо проявляет себя вот работа, например, лазерных технологий, да, и работа с обогащенной плазмой, которая позволяет, прорабатывая рельеф, восстанавливать его абсолютно идеальное питание ткани, там, путем, ну, 1-2-3-х манипуляций, да, и моделирование, опять же, объемами, и работа с объемами жира позволяет восстановить вот этот объем, на который рассчитывают пациентки, исходя из условий малоинвазии. Почему? Потому что основная тенденция в клинике на сегодняшний день, на самом деле, да, это все-таки некая малоинвазия, которая, ну, предпочтительно, скажем так, для пациентов, наверное, до 45 лет, когда возрастные изменения еще минимальны, их можно ухватить путем малоинвазивных технологий, к которым относится вот все вышеперечисленное. И опять же, в пользу ультразвука, о котором я говорила, закрепление эффектов, которые мы получаем путем работы с тканями, да, позволяет прорабатывать все три слоя в течение, например, там, с кратностью, там, раз в год, раз в полгода, то есть это достаточно комфортно для пациентов. Поэтому манипуляции малоинвазивные, они, на самом деле, сегодня превалируют, и пациенты, которые попадают в клинику, исходно, они имеют после постановки диагноза абсолютно четкий и свой собственный алгоритм, потому что есть состояние, когда мы, допустим, можем пожертвовать, например, работой с рельефом кожи, да, а идем в сторону питания тканей, улучшению трофики. Я, Геннадий Игоревич, я тоже, извините, я, спасибо. Геннадий Игоревич, Сергей Валерьевич, вы были совсем недавно, буквально там неделю, 10 дней тому назад закончился Международный конгресс Ассоциации пластических и статистических хирургов. Тут его, как мы поговорим о хирургии, Геннадий Игоревич, а хирурги обсуждают тему нехирургического омоложения? Да, конечно, обсуждают. А что сегодня вот в мире наиболее актуальным является? Ботокс и филеры. Это номер один по всему миру и по всем статистикам, которые проводят все ассоциации, как эстетической медицины, так и пластической хирургии. Это в статистическом плане? В статистике, да. А в новом аспектах, вот новые технологии, которые предлагаются? Новые технологии, это все говорят о клеточных технологиях, которые сейчас достаточно серьезно шагнули вперед. Это и использование стволовых клеток, использование регенеративных факторов, использование липофилинга уже не столько для увеличения и создания какого-то объема, а именно для улучшения текстуры ткани, для того, чтобы устранить какие-то выраженные деформации рубцовые, то есть изменить структуру рубца, изменить структуру тех патологических тканей, в которые жир вводится. То есть лабораторно, досконально, пока еще, то есть все эти факторы, их огромное множество этих факторов, потому что Евгений нам подробнее расскажет, но хирурги, они действуют более прагматично, чем биологи, поэтому они увидели эффект, и они начинают пытаться этот эффект еще повторить на каких-то других более сложных случаях. Вот у вас есть опыт работы, тоже не с классическими ситуациями, я имею в виду последствия угревых высыпаний, например, когда мы имеем потерю рельефа с огромными втянутыми рубцами, когда сегодня одной технологией, даже с самым лучшим лазером, не выровняешь. Ведь мы отметили своими сочетаниями не только того, что за счет того, что мы восстанавливаем объем жировой клетчатки, а сверху еще дополнительно лазера выравниваем объем, мы видели и улучшение качества кожи в целом, которая не только за счет лазеров, но и регенеративных факторов. Прошу прощения, у нас есть телефонный звонок, с вашего разрешения. Будьте добры, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Александрович, рада видеть вас снова в эфире и всех ваших коллег по работе. У меня такой вопрос к вам. Я приводила к вам мучку на чистку лица, ну, подростка, конечно. Вот сейчас слушаю про клеточные технологии. Ну, вы к ней не очистить полностью лицо подростка, или это все-таки для ребенка еще не подходит, или надо подождать какое-то время. Спасибо. Спасибо. Просто есть этиология подростковой тенденции или появления угрей, или ранних и таких появлений угревой болезни. У них есть свое гипотогенетическое основание. Анна Владимировна, два слова. Что происходит в организме ребенка, и почему надо лечиться, и каким образом надо ребенка готовить лечить. Вы знаете, чаще всего угревое высыпание появляется на фоне гормональных изменений. В данном случае подросток еще не сформировался гормональный фон. За счет повышенной жирности кожи, за счет закупорки сальных желез, за счет развития воспаления. То есть очень важно правильно подобрать уход, то, чтобы ваш ребенок мог использовать дома, и как бы подобрать косметические процедуры, которые бы способствовали высвобождению собственного кожного сала. За счет этого уменьшила бы жирность кожи бактерии, которые с ним могли бы развиваться. То есть сегодня ребенку в большей степени показан уход, правильный уход. Правильный уход. Ведь от генетика есть кожа. Кому-то достается сухая, кому-то нормально, кому-то более жирная, более плотная кожа. Это уже генетика, подростковый период, при котором идет формирование гормонального статуса, способствует в том числе этому. Помощь именно в правильном уходе. Причем пока ребенок не повзрослеет, пока не восстановится его гормональный фон, не стабилизируется. Помощь по уходу со стороны косметолога будет желательной. А косметолог еще и подскажет правильные средства по уходу. До клеточных технологий, а они относятся к понятию регенеративные технологии. Там, где нужно восстанавливать то, что утеряно, ребенку еще много и много лет. И дай Бог, чтобы в этой жизни и не пришлось, может быть, и пользоваться при правильном уходе, не пришлось бы заниматься регенерацией ткани. А я, с Вашего разрешения, вот, Евгений Валерьевич, задам вопрос. Что же такое регенеративные технологии, регенеративная медицина? Спасибо, Владимир Сахалов, что пригласили сегодня. Отвечаю на Ваш вопрос. Регенеративная медицина – это новое направление, которое появилось относительно недавно. И в это понятие входит управление уже теми ресурсами, которые есть у человека, обогащая их, увеличивая их вне человеческого организма, затем привнося их обратно. То есть с возрастом все мы стареем, и количество клеточных элементов, которые у нас есть, уменьшается. И вот как раз регенеративная медицина призвана на то, чтобы восполнить этот теряющийся объем и помочь организму тем самым самостоятельно справляться с теми или иными проблемами, которые, к сожалению, с возрастом мы теряем эти способности. Спасибо, Владимир Валерьевич. Я даже не знаю, у нас остается минутка до паузы, которая здесь у нас предусмотрена, и передачи, и показать фотографии, которые Анна Владимировна, Александра Владимировна с собой взяла. Мы начнем сразу, покажем вам сразу после перерыва. Я хотел сказать и другому, что сегодня, смотрите, вот применение плазмы, обогащенной факторами роста, это клеточная технология, потому что это фактически накопленные тромбоциты, в которых содержатся факторы роста. И мы сегодня уже с вами как бы начали осваивать клеточные технологии, которые и создают объем, и ревоскулизируют кожу, стимулируют метаболизм. И в оставшиеся 30 секунд хочу сказать, мы закончили сейчас научное исследование, где впервые в мире показали на здоровой ткани, как использование плазмы, обогащенной факторами роста, способствует накоплению коллагена первого типа. То есть показали многообразие патогенезов и положительных эффектов, которые получаются при использовании только плазмы с факторами роста. А о будущем использовании и о перспективах регенеративных технологий в клинике и в институте Виртус мы поговорим после небольшого пятиминутного перерыва. Партнер программы «Ваш лікар» Украинский институт пластичной хирургии и косметологии Виртус Ваш лікарь З Володимиром Цикколенко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова